Всем привет! Вы на канале Недохакерлайт, а сегодня мы проверим несколько недохакеров, которые рассказывают нам, как можно скачать GTA The Trilogy. Да, я знаю, что ее взломали, да, ее можно скачать. Если что, я отсуждаю пиратство, это очень плохо, за мной повторять не надо. Все делается исключительно в научных целях. Ютуб не банти, пожалуйста. У меня, если что, специальная винда, специальный компьютер, я специально обучен для этого. Как всегда, заходим в браузер, и тут у нас целых 6 или 7 разных недохакеров. Если что, это сегодняшние недохакеры, потому что я не знаю, какой был прошлый выпуск, потому что мы записали очень много всего. Там и есть и Far Cry, ой, какой Far Cry, Call of Duty, то, что еще не вышло, пожалуйста, запикайте. Да, пожалуйста. Ну и как всегда, прошлый выпуск есть по ссылочке в подсказочке. Когда смотришь этот ролик, нажимаешь вот сюда, подсказочку, и можешь открыть предыдущий выпуск, посмотреть, и там достаточно интересно было. Сто процентов. Ну и, естественно, 12 интересных комментариев из прошлого выпуска. Если ты вдруг не знаешь, о чем я, то смотри этот ролик полностью, отвечай на вопросы интерактива, и у тебя будет шанс попасть в следующий ролик. Ну, там еще лайки, подписки, это очень помогает, так что, пожалуйста, да, не забудьте лайк, подписку, вдруг вам понравится этот ролик, вы захотите посмотреть еще. А мы незамедлительно идем проверять. И, кстати, у нас, возможно, сегодня будет рабочий способ. Так что не пропусти этот момент. Естественно, наша любимая Мега, причем, смотрите, он скрыл вот этот поисковую строку, вот здесь видно. Короче, вот здесь вот, вот прямоугольничек вроде как. Он просто с помощью программы Premier, Pro, Vegas, я не знаю, с помощью монтажной программы он просто заблёрил ссылку, и нам показывает якобы Мегу. Но я более чем уверен, что это не Мега. Сейчас мы как раз это проверим, потому что... А, это ссылка по переходной. Хорошо, ладно, здесь еще проблем не особо нет. Тут, скорее всего, может, какие-то рекламки появятся. А, вот так вот, да? Ядрить сайт. Хорошо, вот у нас GTA The Trilogy. Мега НЗ, ссылочка, да? Ее надо еще сначала найти. Наш же недохакер сразу показывает про Мегу. Ну, хорошо, давайте посмотрим с рекламой. Все, отлично, мы рекламу посмотрели, здесь... А, блин, она, возможно, реально не пропустит. Она реально проверяет. Я поставлю уведомление. А, еще и перегрузить придется. Сейчас рекламу, наверное, заново придется смотреть, да? Нет, нас куда-то перекинуло. Йокар на бабай. Донлоуд GTA The Trilogy DE. Все. Хорошо, мы с этого сайта сейчас скачаем, мы посмотрим, что... Что? Что это? Ну, это, скорее, это программа данного сайта. Что-то типа помощника. Она еще устанавливается. Ну, Йокар на бабай. Че, нельзя было портативку сделать. GTA, конечно, крутая игра, но как насчет классики, которые радуют игроков уже 15 лет? Я про World Warcraft. Поэтому разработчики сервера WoW Seeruts сделали абсолютно бесплатную версию игры, про которую я тебе сейчас расскажу. Проект работает на базе дополнения Гнев Короля Лича. Также разработчики добавили рейды и подземелья из дополнения Burning Crusade, что дает еще больше контента. Есть два разных игровых мира. Algalon X4 и Scorch X2, которые постоянно развиваются. Новые арены, поля боя и целые локации с уникальным и интересным контентом. Команда разработчиков не стоит на месте, а постоянно выпускает новый контент. Помимо Орды и Альянса была добавлена новая третья PvP-фракция – Ренегаты. Выбрав ее, ты становишься одиночкой и врагом для всех. Новые эксклюзивные расы, которых не было в оригинальном дополнении, например, Наги, Вульперы, Ночнорожденные и Эльфы Бездны. А совсем недавно были добавлены Эридары и Дворфы Черного Железа со своими стартовыми локациями и уникальными квестовыми цепочками. Сервер существует уже более 10 лет, имеет постоянные ивенты и различные турниры, благодаря которым ты можешь заработать реальные деньги. Призовой фонд текущего PvP-сезона составляет 2 миллиона рублей. А учитывая, что на сервере самый большой онлайн в СНГ, я думаю, будет интересно участвовать. Играть легко можно без доната. А перейдя по моей ссылке в описании, ты поддержишь меня и получишь приятные бонусы. Такие как игровой маунт, с которым ты сможешь быстрее передвигаться по миру. И эликсиры, которые помогут тебе в прокачке персонажа. Так что сразу после просмотра ролика, переходи по ссылочке в описании и играй. Он даже не показывает, как скачивать, он просто говорит, куда нажать, и потом показывает архив. А потом показывает, как разрехивировал, и якобы игра запустилась. Потом просто записывает свой голос поверх, ну да. Мне одного напрягает, как быстро игра загрузилась. Он даже нажать не успел, а она уже типа якобы грузится. Хорошо, погнали проверять данную программу. О-о-о-о, опера, здравствуйте, здравствуйте. Я больше ничего здесь не вижу, нажимаем выполнить. А что, серьезно, меганзе? Серьезно, торрент? Хорошо, мы скачали какой-то торрент. 100 килобит, у него же 3 и 3 гигабайта. Хорошо, мы пи... Ты пи... Трофлю, что ли? Мы серьезно скачали? У нас что-то пошло скачиваться. 3-4 гигабайта. Скорость у меня достаточно хорошая. Пока что мы проверим следующих недохайкеров. Но я не ожидал, что сразу первый у нас получится рабочий. Мы обязательно сейчас еще проверим, когда это все скачается. А пока погнали дальше тогда. Мы с французского перешли на португальский. Он скачивает GTA и весит она, кстати, 34 гигабайта. Примерно так же, как и наша. Что-то нужно перекидывать. Я про такое вообще первый слышал. И, естественно, у нас запускается игра. Но тут хотя бы есть загрузка меню. Я не знаю, либо новые компы настолько стали мощными, что прогрузки почти нету. Либо что-то здесь нечисто. Ну ладно, давайте нажимаем сюда. Нажимаем блокировать. Нажимаем опять блокировать. И у нас вот тут донлод 1,44 мегабита в секунду. Или мегабайта тут не написано. Он не дает. Он не дает нам скачать, потому что я нажимаю блокировать. Ты какая. Смотри-ка на него. Он открывает сайты постоянно новые. Хорошо. Давай. Застрим мой комп. Донлод. Разрешить. Энэйбл. И все. Он просто ложится. Что происходит, судари? И все, она не работает. Страница. Я включил рекламу. Естественно. О, смотрите. У нас скачивается еще и новое расширение. Я не знаю от кого это. Но теперь мы не можем скачать, потому что я бы нажал кнопку. У нас error выдает. Ну ты дашь скачать, нет? Все. Все. Не работает. Запрет остался. Это мы остались. Все. Нормально. Нажимаем клик. И у нас, в принципе, должно еще раз высветиться вот эта реклама. Но. Нет. Классно. О. Блокировать. Гарбест. Конечно же. Конечно же. Давай еще раз. Я не знаю. Возможно, это рабочий способ. Но чел выбран настолько ублюдский файлообменник. Хорошо. Вот показывать. Я нажал. Перекидывает сюда. Нет. Вот это развод. Все. Это стопроцентно. Его ссылки перекидывают только на Гарбест. Смотрим третьего недохакера. Естественно. Ты вот нажимаешь сюда, и у тебя сразу запускается ГТАшка. Зачем тебе 4? Что происходит? И все. Мы просто полетали за прогрузку. Посмотрели. Причем это старая вроде прогрузка. Давайте попытаемся скачать. Что он нам там подсунуть? Пытается. Медиагет у нас должен скачаться. Как бы я сильно не хотел его. На. Медиафайр. Проблема в том, что я нажимаю донлоуд. И нас перекидывает на гугл. Ну гугель. Хорошо. Хорошо. Переходим к следующему, которого заблокировали. Это очень здорово. Ютуб. Большое тебе спасибо. Если что, я этих недохакеров отобрал буквально часа 2 назад. Часов 5 назад. Я их отобрал, пока все настраивал. Пока сделал все свои дела. Его уже забонили. Обидно. Обидно. А тут у нас Венский. Дружище. Дружище. Я не знаю. За последний месяц я уже столько роликов его просмотрел. Это здорово. Чел. Спасибо тебе большое за контент. Если что. У него за сутки пришло 2000 просмотров на этот ролик. Вы понимаете, да? Насколько GTA Z Trilogy интересная игра. В коем случае не пропагандирует пиратство. Не призывайте действия. Вы сами решили. Блин, Венский, ты серьезно меня послушал и сделал три разные? Это будет не так убого. Так, 27 гигабайт говоришь, да? Ну Logitech F310 опять та же са... Нет, или это другая? У него вроде что-то другое от Logitech было. It's me, Mario. 420 мегабайт. Ну блин, ну Венский, ну серьезно. Ну давай что-нибудь другое. Ну ты устанавливаешь одни и те же драйвера на какой-то Logitech. Спустя полчаса игра установилась и давайте проверим все файлы на... Полчаса. 425 мегабайт устанавливается полчаса. Красиво. Давайте сделаем так же, как и он. Именно San Andreas. Я бы хотел, конечно, полную Z Trilogy скачать. Но я делаю все, как у наших авторов. Как у наших недохакеров. Чтобы было все досконально, честно и вы видели. К сожалению, нам не показывают, как скачивать сайты. Возможно, есть какой-то другой способ, без вирусов. Но я что-то в этом сомневаюсь. Как я обожаю сайты, вот когда одно... Блин, я хочу белую футболку и на ней большую кнопку скачать. И все. А сзади можно рекламу какую-нибудь пи*** врачить. Пишите мне... Рекламной кампании, пожалуйста, пишите мне место свободное для рекламы на спине. Будем продавать такой мерч. Setup. Setup.zip. Да-да-да. Конечно же он. Открываем setup.zip. Естественно, у нас уже не как у Венского. Мы скачали файлы. Вот он, дата у нас есть. Конфиг пустой. Ладно, не пустой. Отсюда достаем вот этот сетапчик. Хорошо, все. А изофайл открылся. Нажимаем setup. Ну, естественно, что у нас может быть в сетапчике? Конечно же, наш любимый... Ваше слово в комментариях. Пишите. Я не буду говорить, что это. Но вы же знаете, что наша любимая. Конечно же. Пишите в комментариях, что это такое. Или это не то. Аааа... 7Z. 7Z. Блин. Вьянский. Ну, так сложно, что ли. Ну, хотя бы в конце. Ну, поставил бы ты свой этот... Настоящую. Затрилоджи. В чем проблема-то? Разводи. Ну, хотя бы... Оставляй ссылку. Ну, ёкарник, бывай. Да, да, да. Да... И чё, у нас была программа, которая закрывала диспетчер задачи. Теперь программа, которая закрывает хром? Это Венский, наш любимый дружище, который пихает сайты. Видели? Пауэршелл открывался. Это тут, скорее всего, та самая хи***. Она открывает сайты, которые платят... Ну, не знаю, какой-то сторонней программе, которая уже платит Венскому. Всё. И опять-таки взламывает МПРС. Чё ты к нему прикопался, блять? Какой, нахуй, МПРС? Там же в чёрном по-белому написано. Вот если мы сюда заходим, на этот специальный сайт, где можно посмотреть информацию... Просто посмотреть информацию. Взломано Голденберг. Голденберг взломал. Никакой, б***ь, не импресс. Дорогие друзья, с вами Твинки. Здорово. Сейчас будем Твинки проверять, если чё. Стоп, Твинки? А здесь же что-то похожее было, да? О, это Твинки! Я-то думаю, где я видел вот эту надпись? Этот чел, Хорайзен, просто взял два отдельных ролика и соединил их. Значит, где-то ещё вот такое можно увидеть. Твинки вот такая. О, Твинки! Твинки, если чё, ссылочка есть в описании. Можешь найти этого чела и кинуть страйк на него. Но ты не беспокойся, мы кинем жалобу и на него, и на тебя, если чё. О, смотрите-ка, таблетка вшита, мистер Голденберг. Ну, сделано, ладно, красивенько. Ну, типа, четыре скриншота, причём, два Vice City, два San Andreas мог бы... А тут... Он про... Ты просто скачал с торрент игрухи, чел! Он скачал описание, скачал с торрент игрухи скриншота, даже не сам где-то нашёл. Какие-то особенности вписал, и начнем. И чё, и всё, не работает. Хе-хе-хе! Ссылочка не работает, хорошо. Мы будем хакерами, будем взламывать сами игру. Таблетка вшита. Но взламывать мы сами будем. Новый стоп... О! Новый стопроцентный рабочий способ. Дорогие друзья, с вами Рикси. И сегодня я вам расскажу и покажу. А ты чё ники меняешь? Чуть-чуть другие ярлычки? Он просто создал ещё один. Ну, мне интересно, тот же... НОВЫЙ СТО ПРОЦЕНТНЫЙ СПОСОБ! Спасибо большое Твинке, мы сейчас ещё двух парней кинем в бан. Ну, по крайней мере кинем жалобу, а там уже Ютуб сам решит, блокировать их или нет. Я не могу перейти по этой ссылке, я поменял VPN, всё равно не работает. Хорошо, давайте посмотрим последнего, Хроноса. Торрент файла, у вас появятся вот такие вот, отлично. Попрек, здесь на выбор 2. После торрент файла. Ой, что-то я сомневаюсь. Так, Оксиклауд, но тут вроде как всё нормально. Или через браузер, я хочу через браузер. А, всё, торрент файл. Блин, если что, я на этого чела и думал, что у него плюс-минус должен быть рабочий способ. С Форзой было намного сложнее, потому что из 10 роликов 7 было нормальных. Ну, плюс-минус, типа там реально можно было скачать, может быть с проблемами, но можно было скачать. И только 3 недохакера я смог найти, которые вот разводили. Здесь же у нас опять-таки точно такой же случай, ну, что игра вышла, на неё кряк вышел, но совершенно другой результат. Аааа, ясно! Короче, торрент файл у первого и у последнего недохакера одинаковые. А это я на 95% уверен, что у них всё настоящее. А вот файлы. Смотрим. ГТА, Маньяк... Чего? Маньяк Найт. ГТА 3. Тут ГТА Санандрос, ГТА ВАСИТИ, Дефинит Эдишн. А, ну здесь просто все файлы подряд. Естественно, здесь нету папок. Саша, линию я не могу посмотреть. Я попробую тогда закинуть новый файл, потому что они абсолютно одинаковые. Видите, да? ГТА 3, ГТА Санандрос, ГТА ВАСИТИ и в каждой будет свой установочник. Венский, учись! Всё. Мог своих 10 помощников запихать, а после этого уже вот такую штучку дать. Ничего сложного нету. Совершенно. Нет, он запихивает нерабочую. Либо вообще левую игру. Скажешь такую ГТАшечку, а получилась косыночка. А раз это один и тот же файл, я не вижу смысла их оба скачивать. Один файл скачивать оба. Поэтому давайте так. Прервемся буквально на секундочку. Я дождусь, когда скачается, а потом уже обязательно покажу вам, что это рабочий способ. Если что, пиратство это плохо. Данный ролик исключено в научных целях. После проверки я обязательно все файлы удалю и куплю игру. Если ещё можно купить. Буквально секундочку и мы продолжим. Скачка уже заканчивается. 99,8%. Я не знаю, только под конец нормальная скорость стала появляться больше 10 мегабайт в секунду. Я прождал полтора часа и пока я скачивал 33,8 гигабайта, смог отдать уже 5 гигов. Видать люди начали смотреть ролики, качать это и у них тоже качается от меня. Парень 2 минуты показывает сайт, с которого можно скачать какой-то архив. Потом показывает на рабочем столе этот архив, в которой как раз таки есть GTA The Trilogy. У последнего же есть та же самая папка, но нету никакого RAR, я не знаю почему у этого парня есть RAR, но он кидает ссылку на какой-то левый сайт, с помощью которого мы скачали торрент. Очень всё запутано, я не знаю, как будто парень даже не записывал ролик, а откуда ты его взял и подсунул сюда торрент настоящий. Поэтому мы будем делать, как нам расскажет последний парень, вот этот вот. У него, как я уже говорил, всё должно быть честно. Всё, мы скачали, у нас раздаётся, офигеть. Только я не знаю, кто такой маньяк Knight, White какой-то, учитывая, что взломали-то другие. Может быть это просто дополнительные мододелы какие-то. Сделаем так же, как наш парень, я не хочу что-то другое пробовать, у нас есть White. Мы открываем White, открываем Vice City, вот эту штучку копируем, поднимаемся выше, заходим в Vice City, заходим сюда, нажимаем Ctrl-V и заменяем файлы в папке. Всё, у нас игра обновилась, получается мы сюда заходим и вот Vice City, это она. И у него пошла прогрузка, пошла игра, ну и плюс-минус кажется всё честным. Я точно так же сейчас попробую. Очередной раз повторяю, пиратство это плохо. Я не пират, я сейчас после записи этого ролика пойду куплю эту игру. Ага, данная ошибка, это скорее всего ошибка в моём компе, потому что у меня чистая винда, каких-то файлов не хватает. Из-за того, что нам кидают не айза с установочником, а сразу готовую игру. А, это просто не хватает дарит икса. Окей, базар озеро, сейчас мы его скачаем. У нашего недохакера скорее всего просто есть другие игры, из-за этого у него установлен дарит икс. У меня же чистая винда и естественно дарит икса никого не было установлено. Сейчас я должен установить и скорее всего у меня получится. Всё, установка завершена, нажимаем готово, всё отлично. И попробуем запустить ещё раз. Надеюсь, была проблема именно в этом. Если что, это не пособие по действию. Если что, это не инструкция. Я просто проверял чужой ролик. Проверял, обманет ли нас автор. А прикинь, сейчас здесь старая Vice City, а не новая. Я так буду угорать! Нет, это новая, да. Пиратство осуждаю, но давайте попробуем начать игру. И после того, как я пойму, что это рабочая версия, я её сразу удаляю и покупаю новую. Благодаря современным компьютерам у нас естественно всё идёт намного быстрее. Я помню, как я на стареньком ноуте, на стареньком компьютере с огромным кинескопом. Ну этот, монитор кинескопом. Приходилось ждать минуту, две, три, пять вот этой загрузки. А здесь же всё за секунду происходит. А ты ничего не перепутал? Почему здесь звуки из GTA San Andreas? Я хочу пройти заново GTA-шку. Обязательно её куплю и пройду как-нибудь. На этом мы тогда заканчиваем. Нет, на этом ещё не заканчиваем, потому что нужно кидать жалобы. Так, этот парень красавчик. Он молодец. Ставим ему лайкосик. Я не знаю, кто ему ставит дизлайки. Рокстар. Ракси. Ой, Рикси. Рикси и Твинки. Кидаем жалобы. Отправляем жалобу первую. И точно так же я делаю со всеми остальными. Я никого не заставляю, не ограничиваю, не принуждаю. Ребят, кто хочет, тот так и сделает. Вы можете тоже перейти по ссылочкам в описании под моим роликом и накидать жалоб всем мошенникам. Если вы считаете, что это мошенники. Но, как вы видели, мне скачались различные вирусы. Что-то не скачалось. Единственный настоящий был первый и последний. Но первый, причем странный какой-то чел. У первого вообще странный ролик, потому что он показывает одно, а в описании совершенно другое. Я поэтому не понимаю, как... Что? Если вдруг, я не знаю, может быть у меня что-то не получилось. Твинки, там, Рикси. Это, я так понимаю, один и тот же человек. Просто разные каналы создал. Прошли мне какую-нибудь инструкцию, я не знаю, по тому, как устанавливать твою игру. Потому что ты видел, я пытался. У меня не получилось скачать. И, естественно, если вам вдруг интересно, то, ребят, кидайте тоже какие-то варианты. Если вам интересно, мы сделаем вторую часть. Нас собираем еще не до хакеров. Я думаю, будет интересно. Я первым тоже не буду кидать. Но дизлайк поставлю. На этом мы тогда точно заканчиваем. И, как всегда, в конце интерактив. Я напоминаю, что все, кто отвечает на интерактив, имеют шанс попасть в следующий ролик. 12 интересных комментариев попадают в следующий ролик. А вопросом интерактива будет. В какую из трех частей GTA, The Trilogy, там третья, Vice City либо San Andreas ты играл в детстве? Напиши небольшую историю, как ты играл там, как скачивал, откуда покупал. Я не знаю, может, ты вообще играл в криминальную Россию какую-нибудь от Vice City. Самая интересная история, естественно, появится в следующем ролике. Пожалуйста, не пиши одним словом, потому что это неинтересно будет читать другим. Можешь отвечать на чужие комментарии. Завязывайте, диалог, это же общение. Люди-интроверты. Любой ютубер. Ну, заходите в комментариях, пишите, отвечайте другим людям. Общение-то хорошо. Я лично играл во все три части. В третьей это была Liberty City у меня на PSP. Vice City я отжигал на компе, San Andreas тоже на компе. Ну, примерно в одно и то же время, потому что у меня достаточно поздно появился компьютер. На этом мы точно заканчиваем. Спасибо большое, что досмотрели до конца, ребят. Вы мои самые любимые, кто смотрит до конца. Поэтому я стараюсь дальше середины не вставлять рекламу. Зарабатываем только на тех, кто смотрит в начале и закрывает ролики. Сорян, что вам тоже приходится смотреть рекламу. Ладно, на этом мы точно заканчиваем. Как всегда, если ты вдруг досмотрел до конца, я думаю, тебе не составит труда написать слово конец в комментариях. Поставить лайк, там, я не знаю, подписаться на канал. Можешь на другие ролики посмотреть. Это будет здорово. Ну и как всегда, все, кто написали слово конец, я лайкаю ваши комментарии и показываю вот здесь. Ролики выходят каждый вторник, пятницу и воскресенье. Приходи еще.